К нашему эфиру присоединяется Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры. С ним ситуацию в Харькове и в области обсудим детальнее. Дмитрий, приветствуем вас в эфире Freedom. Добрый день. Добрый день. Дмитрий, мы обсуждаем, безусловно, ситуацию в Харькове. Естественно, делали это не единожды. И правда, стойкость харьковчан, она восхищает, я думаю, далеко за пределами Украины. Но вместе с тем интересно узнать у вас некоторые нюансы. Мы знаем, что есть определенного рода сплочение, есть уверенность в том, что харьковчане хотят оставаться в своем городе и продолжать жить там, несмотря на то, как пытается Россия вынудить их покинуть свой город. Но так или иначе, мы понимаем, что обстрелы — это определенный уровень эмоционального, морального напряжения. Как ситуация криминогенная, что ли, в городе? Вы, если я некорректно это называю, можете меня поправить, потому что, вероятно, вы можете об этом сказать детальнее. Когда случается какое-то горе на территории нашего неблагополучного соседа, то там сразу же мы получаем информацию, и местные жители жалуются о том, что становится криминально небезопасно. Харьков живет в такой напряженной ситуации уже достаточно долго. Как там ситуация? Что касается общеуголовных преступлений на территории города и области, то в начале полномасштабного вторжения очень сильно снизилась практически до минимальных уровней, до нулевых показателей общеуголовная преступность. Это и касалось и краж, и бытовых убийств на почве ревности и так далее, и так далее. Это было в связи с тем, что был введен комендантский час, в принципе, какое-то время была запрещена продажа алкоголя, и, в принципе, атмосфера в обществе, в городе, она как бы не располагала тем, чтобы думать о каких-то там преступлениях. Потом, в принципе, через какое-то время немножко увеличилась эта статистика общеголовных преступлений, но мы наблюдаем, в принципе, и на данный момент снижение таких преступлений по отношению с полномасштабным вторжением. То есть, в принципе, если вначале был практически нулевой показатель, потом немножко повысился, и он немножко еще повысился со временем, но меньше, чем был ранее. — Дмитрий, ну, понятное дело, что во многом жизнедеятельность города зависит от электроэнергии. Змеевская ТЭС выведена из строя. Насколько вы располагаете, я понимаю, это вопрос больше к энергетикам, но, тем не менее, располагаете информацию, насколько сложны там повреждения, когда можно предположить, что она будет введена в эксплуатацию. Но в целом, как сейчас обеспечивается электроэнергией город, веерное отключение и так далее? Что говорят люди? — Что касается критических объектов инфраструктуры электроэнергии подачи, то им нанесен был очень сильный ущерб, очень сильное разрушение. Сейчас организован процесс доставки электроэнергии конечным абонентам в городе и области, но с определенным графиком отключения. Не всегда этот график, к сожалению, по объективным причинам получается выполнять. За то, что есть перегрузки сети, местное руководство облэнерго просит о том, чтобы местные жители экономили электроэнергию, не использовали надмерные мощности без необходимости. То есть в городе есть график, он из-за сложностей и технических возможностей, и опять же повторных ударов по объектам электроснабжения ракетами не всегда получается придерживаться. Но в принципе в городе нет каких-то критических ситуаций, город работает, живет и продолжает функционировать. Также очень важная тема – это реестр убытков, он работает сейчас и международный в том числе. Харьковчане обращаются вообще с тем, чтобы фиксировать убытки, которые нанесла российская атака на их дома, в целом на город и на область? После каждого ракетного удара граждане Украины имеют возможность подать соответствующие документы, в реестры для фиксации тех повреждений, которые были нанесены. Это касается и минимального восстановления разбитых окон с помощью городских властей, так и более глобального восстановления ремонта своей недвижимости через государственные программы. Эта процедура происходит с помощью соответствующих актов правоохранительных органов, которые фиксируют соответствующее разрушение, актов ДСНС, которые также фиксируют те повреждения, которые были нанесены. То есть хочу обратиться к гражданам Украины, которые смотрят эфир. Если ваша недвижимость была зарушена, не стесняйтесь, не бойтесь обращаться в правоохранительные органы, в райотдел, что вам необходимы документы для того, чтобы зафиксировать эти разрушения и повреждения, чтобы получить надлежащую компенсацию. Также речь идет о трибунале, который в любом случае будет, и выплатах репараций России по недвижимости и бизнесу, который был разрушен вследствие вот этой вот агрессивной войны. Но нужны будут документы, поэтому не нужно опускать время и после ракетных ударов в течение нескольких дней заниматься вопросом документальной фиксации этих разрушений. Дмитрий, как вы упомянули о бизнесе, я хотел более детально об этом говорить. Насколько сейчас работают предприниматели, предприятия в городе? Ну, если сравнить с началом полномасштабного вторжения, когда поток людей выезжал из города, потом возвращался, вот если сравнивать два периода, как сейчас бизнес в городе? Кто работает, кто выехал, кто работает дистанционно? Вот общую ситуацию. Что касается бизнеса, то крупному бизнесу сейчас сложно. Это касается предприятий, это касается и специалистов, которых в городе стало меньше из-за полномасштабного вторжения и ракетных ударов по городу. Все-таки многие специалисты узкие, они имеют семьи и стараются их вывезти и выехать вместе с ними либо на западную Украину, либо в центральную часть Украины, чтобы быть больше в безопасности. Также проблемы с электроснабжением, что, опять же, не дает возможности крупным предприятиям работать в полную мощность, либо с какими-то ограничениями, делает их в какой-то степени бизнес невыгодным, либо сложным, либо сбивает технологические процессы, что также, в принципе, вредит ситуации в городе. Что касается мелкого бизнеса, то есть кафе, бары, ресторан, то, наверное, треть заведений сейчас работает от полномасштабного вторжения. Магазины, в принципе, достаточно заведений, достаточно всего для того количества жителей, которые сейчас находятся в городе. И так или иначе, мы помним еще в начале полномасштабного вторжения, бизнес очень сплотился со своим потребителем, и уже там не стояла речи о заработке. Сейчас, безусловно, бизнес должен работать и зарабатывать. Это важно для экономики Украины. Но как сейчас происходит, возможно, некоторая гуманитарная коммуникация бизнеса и населения? Есть ли этому место на сегодня в Харькове, в области? Ну, в городе продолжают работать и волонтеры, и волонтерские кухни. World Central Kitchen организация работает с многими харьковскими заведениями. И выезжают они на места ракетных ударов, помогают едой, чаем, кофе сотрудникам ДСНС, пострадавшим от ракетного удара, людям, которые ночью выбивают стекла. Еще недавно, в ночное время суток, была температура плюс 7, плюс 10. То есть горячие напитки. Городские власти одновременно с этим выезжают на место и забивают ОСБ окна и устраняют другие последствия этих ракетных ударов. То есть городские власти, бизнес работают в связке, помогают кто чем может. Ну и, понятное дело, помощь бизнеса с вооруженным силам Украины, как и техническая, так и какими-то продуктами, какими-то необходимыми предметами быта. То есть каждый помогает кто чем может и у кого есть какое желание. Я хочу с вами обсудить инфраструктуру безопасности. Именно в Харькове создавали те самые легендарные бомбоубежища, создали как такой себе дом под землей. И, вероятно, к сожалению, мы вынуждены, конечно, это развивать, но вероятно, такие разработки не единственные на сегодня. Насколько вообще получается на местном уровне увеличивать количество бомбоубежища, делать их более доступными, потому что в Харькове и школы по земле уже организованы, и они успешно работают. Вот как развивается инфраструктура безопасности, скажем так? Что касается контекста работы прокуратуры в этом направлении, то нами ведется постоянно работа. То есть органы прокуратуры совместно с городскими властями осуществляют осмотры укрытий, которые находятся на предприятиях, которые находятся в многоэтажных домах, с целью приведения их в надлежащее состояние. В случае, если ОСББ либо предприятие, имея на своем балансе определенное укрытие, но не организовано его надлежащее содержание, то есть там не оборудовано какие-то минимальные требования по местонахождению людей, там противогаз, минимальная аптечка, минимальный туалет, минимальное водоснабжение. Если там все в пыли, в грязи, в какой-то гнили, и невозможно зайти по ржавевшей двери, которая не открывается. В таких случаях прокуроры направляют иск в суд с целью обеспечения и обязательства этого предприятия, либо ОСББ, привести это укрытие в надлежащее состояние, поскольку в условиях войны необходимо обеспечить жителям, желающим укрываться, возможность это делать. Не все эти делают, поэтому необходимо вмешательство прокуратуры, целью обеспечения и обязательства выполнения этих действий. На вопросы безопасности хотелось бы с вашей помощью посмотреть более шире. В частности, этому была посвящена и поездка президента в Харьковскую область. Так вот, во время поездки по области Владимир Зеленский проинспектировал строительство фортификации вблизи границы с Россией. Оборонные сооружения там состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий и укреплений. Как сообщает офис президента, фортификации возводят с учетом опыта бойцов на передовой. Вот, Дмитрий, уже неоднократно мы говорили с нашими гостями, экспертами, что нет у России ресурсов осуществить масштабное наступление, наземное имеется в виду наступление на Харьков с целью окружения там и так далее. Но, тем не менее, как мы видим, даже президент участвует во всех этих мероприятиях, инспектирует фортификационное сооружение. Как по вашим оценкам, насколько область оборудована на границе, чтобы противостоять даже тем же диверсионно-разведывательным группам из России? Что касается укрепления области фортификациями, не владею полной информацией, не совсем направление работы прокуратуры, но знаю, что работа на этом направлении ведется и укрепляются границы. Также мы, как органы прокуратуры, осуществляем мониторинг тех закупок тендеров в системе Прозора и других системах государственных, где осуществляются эти закупки, с целью недопущения проведения эффективных тендеров, непроведения закупок по чрезмерно завышенным ценам. Это дает возможность и стимул тем предприятиям, которые принимают участие в этих закупках, все-таки держаться в норме. Люди, которые хотели бы на этом заработать, видя работу правоохранительных органов в регионе, несут туда свой нос. Наша работа в этом направлении, именно обеспечение отсутствия коррупционных сделок и коррупционных связей в проведении таких работ. Спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Желаем вам и всем харьковчанам в вашем лице держаться сил, уверенности и особенно уверенности в нашей победе. Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры, был с нами на связи со студией телеканала Freedom. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.